Итак, здравствуйте! С вами Blacks325 и сегодня коллекция Bakugan, часть 11. Простите, что я не выложил раньше на днях, просто куда-то потерялась камера, я ее не мог найти, вот только сейчас нашел. И сегодня мы увидим нового победителя интерактива, сегодня будет 4 вопроса, я скажу, и будет победитель. Ну что же, а сегодня мы посмотрим вот такой вот, как бы так сказать, коллекцию Bakugan, часть 11, где будет первый сезон, второй сезон и доспех из третьего сезона, только доспех. Два Bakugan из первых сезона, это Аквас Пресс и Аквас Жнец, ну вот так вот, и сейчас мы начнем. И что же, давайте начнем. Первый Bakugan, это обычная Вилда, обычная Вилда Хауса, вот он так выглядит, и у него 570G, вот 570G, написано белым. Второй Bakugan, это Аквас Пресс, первый сезон, это второй сезон, у него, вот он как выглядит, у него сменяется стихия, вот здесь нажимаем вот на кнопочку. Вот Даркус, у него Даркус, Аптера и Аквас, и у него 550G, 550G. Что же следующее? Бакуган это Вентус, Вентус, Вортекс, Неодрагоноид, вот такое вот сложное название. Да какое сложное, легкое, просто забыл чуть-чуть. Ну ладно, он крутится у нас, кручение вы можете посмотреть его в отдельном обзоре MySpin. Бакуган, у меня есть там такой обзор, ну вот, вот такой вот он, очень классный у него. 650G, очень классный Бакуган. Следующий Бакуган это Хаус Атмос, он из второго сезона, и Неодрагоноид тоже из второго сезона. У него очень большие длинные крылья, и вот такой вот. И он будет выходить в четвертом сезоне как Скайрейдер. Про Скайрейдеров я могу сейчас вам рассказать. Скоро выйдет новых двое Бакумайнов, это очень такая эксклюзивная информация. Выйдет новых два Бакумайна, потом выйдет четыре новых Скайрейдера. Это Даркус, Дарак Скайрейдер, Атмос Скайрейдер, не помню какой стихи, Реваноид, нет, Реваноид Скайрейдер, Эльвентус, Космик Ингрен Скайрейдер, вот такие вот. Реваноид, это Ворон Скайрейдер. Вот такие четыре Скайрейдера выйдут. Это они специальные, первого, второго сезона, третьего сезона и еще второй сезон. Вот такие вот. Ну что же, у нашего обычного Хаус Атмоса. 620G, вот 620G. Он очень такой большой. Следующий Бакуган, это Жнец обычный. Жнец Аквуса из первого сезона. Бакуган Маски. Ну, у Даркуса у него было 600G. Точнее говоря, Бакуган Элис. Ну, Маски. Ну что же, следующий Бакуган, это Бакуган Ловушка Дайнома. Вентус Дайнома. Очень выручал меня на турнире Бакуган. Бакуган, которым я прошел финал своего города. Там уже проиграл лебедянскому Косте. Ну что же, у него, он сменяет стихии на Даркус. Потом сменяет на Пайрос. И последний вот стихия сменяется на... Сейчас. На Хаус. Вот такой вот Бронтис. Ой, то есть Дайнома. Кстати, он вот так прикрепляется к Бронтису, но у меня этого не получается. А в мультике он прикреплялся. Ну что же, следующий Бакуган, это Кристалл Сундервилда. У него 570G. Вот он. Это необычный Вилд, это Сундервилда. Вот такой вот Вилда. Ну, вот. Мне он нравится, как выглядит. Следующий Бакуган, это Випергелиус. Вайпер Гелиус. Вайпер Гелиус Акваса. Вот такой вот он. Аквас. У него нет руки, потому что он у меня уже давно. Это когда я купил третий сезон. У него уже оторвалась рука. Знаю, что-то он неправильно раскрылся. У него оторвалась. У него 730G. На самом деле, очень большой Бакуган. Мне он очень нравится. Такие у него крылья. Что же? Предпоследний Бакуган, это у нас Мега Бронтис. Тоже выручал меня на турнире. У него 750G. Это жемчужный Бакуган Вентус. Еще один жемчужный, 750G. Я показала, вроде вам, всех моих жемчужных Бакуганов. Это был поселение, вот Вентус Наг. Очень красивый, на самом деле. Мне он очень нравится. Ну что же, и последний Бакуган, это доспех, Battle Gear. Боевый механизм, террор, крест Акваса. Ну, Аквас серебро. Серебро. А у него столь же, довольно-таки много для Battle Gear. Очень красивый. Ну что же, и теперь начнем их складывать. Давайте начнем их складывать. Первый, это обычный Виона. Его складывать очень легко. Просто вот так мы берем и все. Потом идет Прейс. Прейса тоже легко. Закрываем ему ноги, потом руки, а потом голову. И все. Такой вот Прейс. Ну что же, следующий это Вортекс Вентус Неодрагонойд. Его тоже очень легко закрывать. Мы закрываем голову, рога. Вот так мы делаем все. Ой, сейчас вот так вот. Ой, что-то у меня все полетело. Ну, в общем, вот. Я закрыла его. Вот, очень легко его закрывать. Ну что же, следующий это Атмос. Атмоса тоже легко. Закрываем ему голову, ноги. Потом вот так мы закрываем ему клеем. Сейчас. Так. Вот они открываются. Сейчас второе закроем. На-на-на-на-на-на. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, ну вот и все. Вот мы закрыли крылья. Так, и вот все. Мы закрыли его. Хаус Атмос. В закрытой форме он выглядит, как будто у него крылья не такие уж большие. Что же, следующее. Это жнеца, жнеца вообще легко закрываем ему так и просто вот так накрываем. Вот и все. Что же, следующее. Это ловушка Дайнома. Надо закрывать ему каждую ладонь. Ну, как бы коготь на клешне. Вот так мы его закрываем. Потом мы закрываем голову. И сейчас самое трудное. Вот это самое трудное, я так думаю. Мы закрываем ему вот этим. А потом вот эту часть и вот эту часть. Сейчас. Главное это сделать все аккуратно. Вот. Мы его закрыли. Вентус Дайнома. Следующий Бакуган это Сундервилда. И у него что-то... А, вот все. С рукой. Так что сначала мы его закрываем ноги. Потом мы его закрываем обе ладошки вместе. Вот так вот. И все. Мы его закрыли. Следующий Бакуган это Випергелиос. Випергелиос мы закрываем легко. Ноги. Рог. Вот так. Потом вот так вот. Вот так. Так. И хвост. Все. Мы закрыли Випергелиоса. Предпоследний Бакуган это Бронтис. Мега Бронтис. Закрываем голову. Потом вот так руки. И складываем. Вот и все. И, наконец, террор. Крест серебра мы тоже очень легко закрываем. Руку. Вот так вставляем. Потом вот так. Вот так. Ой. Вставляем. Потом наверху вот эту мы складываем. Вот сюда. И вот эту мы вниз. И сюда. Вот и все. Мы закрыли. Ну что же. Вот наши Бакуганы. Вот их 10 штук. Сегодня много преобладал Аквас. Илья. Сегодня вот такой обзор. На холода. Так сказать. Аквас и Вентус. Получается лед. Потом еще хаос. Для цвета льда. Ну и прозрачный Бакуган. Которым это все пойдет на цвет. Все очень интересно. Ну что же. А теперь наши любимые вопросы. Ну так. Первый вопрос нам задает Вован Супер 23. Какая серия Call of Duty тебе больше нравится? На самом деле. Больше всего мне нравятся две части. Это Call of Duty Modern Warfare 1. Потому что там очень интересно. И Call of Duty Black Ops. Тоже хорошее. Я знаю немножко нового. Потому что там захожу. Девятая часть будет называться Iron Wolf. Там что-то будет тоже связано с СССР. Где-то тоже война. Ну где-то так. Переводится это как Железный Волк. Я не знаю о чем там будет идти речь. Но вот еще на примере выложили названия такие. Space Warfare, Battle Warfare, Legend Warfare. Это будущее название Call of Duty. Но мы всего не можем знать. Так что я точно не знаю. Будет они так называться или нет. И следующий вопрос. Следующий вопрос нам задает Абди Машид. И он спрашивает. Какой твой самый любимый Бакуган четвертого сезона? Мой самый любимый Бакуган четвертого сезона. Это только Бакуган. Я не говорю о Battle Suit'е или там Dragonite Destroyer. Мой самый любимый Бакуган на самом деле это Sky Raider Dark. Он будет очень классный. Потому что как минимум у него будет 4 лапки раньше было. А теперь будут 2 больших лапки, которые будут открываться. Ну, как на Sky Raider. Бац, и он прыгает. Это будет мой любимый. И ему очень подходит фиолетовый. Потому что он будет перечитаться. Фиолетовый с темным. Ну, с черным. И еще немного серого. Вот такой вот будет Бакуган. Мне очень нравится. Ну что же, давайте посмотрим следующий вопрос. А следующий вопрос нам задает 25Bakufan. Он спрашивает, какого из Бакуганов ты хочешь на Новый год? Вот мне скоро привезут на Новый год. Не привезли, потому что не работали Бакуганы. Они привезут мне Battle Suit, Mobile Assault, Sky Raider и Extension Pack 4 сезона. Я сделаю такой обзорчик. Как бы обзорчик нынешний, на коробочке. Посмотрим коробки. Я же потом все раскрою. И как бы в коробках мы не посмотрим. Я покажу вам Battle Suit, Mobile Assault и вот Extension Pack. А потом все мы сделаем. Ну что же, и последний вопрос. Нам задает никBrowel34. Он спрашивает, ты бы хотел создать свой сюжет мультика? Какие из героев там бы остались? На самом деле, вот, если бы я создавал мультик, то я бы сделал продолжение Ганделиен. Нет, я сначала закончил бы Mehtenium Surge. Вот, не продолжал бы вот этот Sky Raider. Что-то они там уже погнали со своими Sky Raider. Ну, Sky Raider я бы осуществил, но как продолжение войны с Ганделией. То есть, подручный, ну, но руководители Ганделии, там, из других миров. И там такая война. Я бы оставил всех героев, вернул руну там. Потом, чтобы, например, Дух Бородиуса, там, на нашей стороне Sky Raider Dark, как раз потом появился бы вот этот, и там, Инграм вернулась в космик Sky Raider. Очень было бы интересно. Я бы думала, а сейчас они погнали с каким-то дряхлым сюжетиком, и уже говорят последний сезон, ну, пятый сезон, я не знаю, будет или нет, но не важно. Но главное, что победителем становишься ты, Ник Броула 34, со своим очень интересным вопросом. Ссылку на канал вы можете посмотреть вот здесь, на Ник Броула. Да, а мы заканчиваем наш выпуск. Ставьте палец вверх. Мне Ник Броула 34. Потом ставьте комментарий внизу. Подписывайтесь на нас. Вот ссылочка тут на его канал. И подписочка тоже наверху, немножко тут. Ну что же, а с вами был Blacks325. Ну, давайте до 15 протянем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok